Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Инвесторы массово фиксируют прибыль по открытым ранее позициям, поэтому им всем срочно нужен бычий сигнал. Однако, есть риск получения еще одного медвежьего, что крайне негативно влияет на спрос. Давайте постараемся определить краткосрочные перспективы рынка. Начну с того, что ключевые фондовые индексы, а также криптовалюты достигли исторических максимумов в текущем году. Так как это два класса рисковых активов, значительное ухудшение геополитической ситуации, а также заявление главы ФРС о том, что снижение ставки может произойти позже, оказывает сильное давление. На первый взгляд может показаться, что все звезды сошлись и теперь наступят темные времена. Во-первых, фондовый рынок и биткоин находились на исторических максимумах, после стремительного роста. Во-вторых, военный конфликт на Ближнем Востоке значительно усугубился. К тому же, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил в среду, что Израиль принял решение отреагировать на беспрецедентную ракетную атаку Ирана в выходные дни. Это еще один медвежий фундаментальный фактор для фондового рынка. И в-третьих, глава Федрезерва прямо сказал о том, что ключевая процентная ставка может оставаться на текущем уровне дольше запланированного ранее времени. Смещаясь на рынок нефти, обратим внимание на то, что инвесторы сосредоточены не на рисках предложения, а спроса. Ведь стремительное ухудшение геополитической обстановки на Ближнем Востоке оказалось сильное негативное влияние на фондовый рынок США. Следовательно, есть высокая вероятность замедления крупнейшей экономики мира, что в свою очередь приведет к снижению темпов роста физического спроса на нефть. Поэтому усугубление военного конфликта оказало давление на нефтяные котировки. Таким образом, дальнейшие распродажи на фондовом рынке могут способствовать снижению стоимости черного золота. Более того, дальнейшее ухудшение настроений на рынке акций способно усилить давление на биткоин, который из последних сил пытается удержаться над уровнем поддержки в 60 тысяч долларов. Прорыв отмеченной поддержки может завершиться значительными распродажами, тем самым усилив панические настроения. Но на данный момент, все еще есть вероятность возобновления роста, так как котировкам крупнейшие по капитализации криптовалюты, не удается преодолеть этот технический и в то же время психологический уровень поддержки. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.